Всем привет, друзья! Вы на канале CryptoCommons, и сегодня в гостях у нас Дима, он же Пифагор Трейд, долгожданный наш гость. Привет, Димочка, расскажи, как у тебя дела в словах. Ты где? Как себя чувствуешь? Привет, Гриня, привет, дорогие подписчики! Я дома. Что происходит? Смотрю в ноутбук, смотрю за ценой битка. Немножко, честно говоря, переживаю тоже, хотя понимаю, что это позитивно, когда я переживаю, когда даже я начинаю переживать, это всегда очень хорошо. Что я имею в виду, когда даже я, потому что я всегда стараюсь смотреть исключительно на математические модели, исключительно на показания, технические показания, фундаментальные показания, показания индикаторов, то есть какие-то факты, которые уже сбылись и которые ранее отрабатывали. И это всегда придает тебе спокойствие и уверенности. То есть если 9 из 10 раз это было раньше так, то большая вероятность, что это произойдет опять же так же. Ну и еще набираешь таких 10 факторов и так далее. Но тут даже это все уже мне не помогает, потому что все равно же я нахожусь не в информационном вакууме. Я вижу, что происходит, смотрю, что говорят ребята, и все 8 тысяч, 7 тысяч биткоин убрет. Что на самом деле, конечно, все может быть. Опять же, нужно понимать, что вот сейчас такая ситуация на рынке, что или пан, или пропал. Или ты инвестируешь, ожидая, что все будет у биткоина хорошо, или ты ожидаешь, что не будет все как прежде, что все в этот раз будет совершенно иначе, что в целом всегда может быть. Но тогда как бы ты веришь именно в то, что никогда до этого не происходило, но тогда вообще во что нужно верить, чего ожидать. Ну я имею в виду, что ты ставишь ставку на то число, которое никогда не выпадало, что в целом, опять же скажу, может быть. Но именно поэтому не стоит инвестировать там все в крипту. Поэтому 5 месяцев назад я писал в Телеграме, купил, все просто вывел, полмиллиона, купил вилу, все. Да, поздравляю, кстати, с этим. Я видел этот пост, вилла шикарная. Ты сейчас на ней, да? Нет, я сейчас не на ней, она сейчас строится. Два этажа, бассейн, приват, все вообще, все круто. Ну то есть я понимал, что эти деньги, они могут мне принести там 100% и еще полмиллиона долларов, но тем не менее я предпочел их убрать просто из риска. Это заработанные деньги, все. И я ставил сумму, которая готов не то чтобы рисковать. Если я потеряю, я стану лысым. То есть я очень сильно, мне очень сильно и долго будет плохо, потому что это огромная сумма для меня. Но тем не менее приходится рисковать там ради этих процентов. Но опять же говоря о том, как я торгую, есть вещи, в которых я уверен. И давайте перейдем к графику, я покажу тебе, Грин. Да, супер. Вообще, Грин, рад тебя видеть, знаю, где ты находишься, знаю. Да именно. Я вообще, я вот не знаю, знают ли твои подписчики, потому что... Знаю, я говорил, что я сюда билеты, кстати, купил за крипту. Да, кто не знает, я нахожусь сейчас на Бали. Мы сюда прилетели из Дубая и купили билеты на сайте Travala.com. Знаешь такой сайт? Travala.com. Это типа авиасейлс и там букинг, но они принимают крипту. И у них есть свой токен AVA. Кстати, очень интересная динамика у этого токена. Посмотри, как они на досуге Travala. Вот, и мы купили... Это, опять же, к разговору о масс-адопшене. Мы за крипту оплатили здесь очень много всего, даже детский садик. Так что давай, не будем его втопить. Очень интересно послушать твое мнение о рынке, именно локально и глобально. Значит, последний раз мы с тобой, мне кажется, Грин, говорили, это был твой криптогон, мы встречались. И где-то вот здесь, наверное, я говорил о том, что линия стоимости, это, смотри, такая зеленая линия, что это такое? Это по-разному можно определять, эту линию стоимости. Но всегда есть одно правило, когда цена, это вот то, что рынок диктует, нам вот это вот что-то непонятное, ниже стоимости, это значит, нужно покупать. Вот это основное золотое правило любого инвестора долгосрочного. И, соответственно, вот она, эта линия стоимости, вот она, зеленая, это проходит. Это просто скользяшки она ей накинула. Вот она, эта линия, вот она, вот как рынок на нее реагировал. Здесь, пожалуйста, реакция, выросли. Здесь мы коснулись нее, сразу выросли. Здесь также мы ее касались, выросли. В общем, она всегда отрабатывала очень хорошо. Исторически можно посмотреть даже до этого. Мы ее можем касаться, вырастать на 50%. Далее она будет снижаться, и мы будем идти за ней вместе ниже-ниже. Сейчас мы как раз к ней пришли, то есть как раз мы около нее топчемся. То есть все это статистически очень хорошее место для покупки. Все, начиная от 20-20-200, заканчивая все, что ниже нее. Можно смело, жадно откупать. На мой взгляд, глобально мы находимся сейчас на дне. То есть все сквизы, которые могут быть ниже, это можно просматривать, опять же, как дополнительную возможность для открытия длинных позиций. Например, согласно индикатору трейдера 0.1, это такие девиации линии стоимости, где от первой линии и от второй линии нужно покупать, а от третьей открывать маржинальные длинные позиции. Вот третья линия сейчас находится 13 700. То есть на случай какого-то армагеддона апокалипсиса, если будет вот такой сквиз, 0% свечей за всю историю закрывались ниже этой линии трейдера 0.1. Соответственно, можно смело вот здесь открывать длинные позиции на тот портфель, который вы купите при касании первой и второй линии стоимости. Купили здесь на 30, здесь на 30, здесь открыли длинные позиции. Соответственно, сейчас я не ожидаю такого сильного падения. Чего ожидаю я? Что мы можем еще максимум прийти вот сюда, ко второй линии трейдера 0.1. И это же будет золотой уровень. Я писал себе в Телеграме, что вот прямо здесь я говорю, что это будет дно. Далее 22 500, 22 500 мы пришли и далее мы, скорее всего, обновим лой. Я этого сейчас ожидаю. Я ожидаю, что мы немножко обновим лой. Здесь все начнут верить, что мы пойдем еще, еще, еще ниже. Немножко обновим лой. Это я могу сказать прямо точные цены, к которым мы должны прийти, на мой взгляд. Это 0.16, давайте 500. Вот так примерно, вот такой диапазон. И отсюда мы придем к вот этой линии золотому уровню. Золотой уровень – это цена биткоина в граммах золота, которая вот у нас отведется от разных пивот-поинтов, от пивот-поинт, то есть от разворотных точек. То есть вот у нас есть разворотная точка 13 800, мы считаем, сколько это в граммах золота, и дальше вот эти граммы золота вот идут. И, соответственно, цена на них очень сильно реагирует. Слушай, я вчера об этом пост делал, PlanB, твитнул как раз вот цена биткоинов в граммах золота и расхождение. Я перевел этот твит, да, у нас в Телеграме тоже можешь посмотреть. Ну, давай, я не буду сейчас тебя добивать. Это очень логичная, здравая штука. Опять же, согласно тому, что мы видим, как это отрабатывает. Вот золотые уровни и как они блестяще отрабатывают. Вот, смотрите. Тут хай, четко ни одна неделя закрывалась ниже. Здесь пробили, протестировали, между ними подходили, четко приходя от одного к другому, протестировали. В общем, ложный пробой вниз. Ну, то есть цена очень сильно реагирует. И сейчас мы пришли. Поэтому вот такой я ожидаю тест. И все это, опять же, скажу еще раз, на мой взгляд, можно и нужно жадно выкупать. Далее подъем к 29 и далее подъем к 34 тысячам долларов. Все индикаторы, на которых основывается моя торговля, это и технические индикаторы, которые основаны на цене, на, собственно, закрытии, открытии дня, ну, на данных. И фундаментальные, которые основаны на блокчейне, то есть на том, кто куда переводит деньги, заводятся ли деньги на биржу и так далее. Это все можно подтягивать с гласнода, подтягивать ее сюда в трейдингвилл и писать, основываясь на этой информации, какие-то свои индикаторы. Поведение крупных игроков, поведение мелких игроков и так далее. Так, что мы еще видим? Значит, трейдер 0.1. Понятно. У меня средняя цена покупки 2400 сейчас. При том, что я одну покупку совершал 23500, понимая, что мы можем упасть ниже. Абсолютно понимал, но я не готов был остаться без битка. То есть как здесь мы не увидели куминационную вершину, так же я ожидал, что, может быть, и здесь мы не увидим куминационной капитуляции. Соответственно, лучше, на мой взгляд, на 30%, поэтому купить раньше. То есть 23500. Далее следующая покупка была 2400, по-моему, и следующая покупка была 18100. Все в телеге писал. И, соответственно, средняя 2400. Часть я уже закрыл там на 21-й, для того, чтобы откупить чуть ниже, потому что ожидаю этого снижения небольшого. Ожидаю, но, тем не менее, я не рассчитываю на него очень сильно. То есть в целом, если говорить в позиции ли я, то я, ну, на 95% того, что хотел, я уже купил. 5% я оставил на случай вот этого сквиза. И опять же, у меня принцип такой. На случай сквиза я не буду покупать уже сильно, я буду открывать маржинальные позиции с обеспечением в тех битках, которые я купил. То есть чтобы на росте, и вот, например... Инверсные маржинальные позиции. ...только еще рост ценят. Совершенно верно. Совершенно верно. И уверенные цели, куда мы придем, вот даже если посмотреть просто по ФИМу, и, кстати, вот это вот желтое, это гэпы. Как вы помните, чудо чудесное, но поскольку рынок движется от ликвидности к ликвидности, ликвидность – это сбор, набор средств, которые есть на бирже, непроторгованных. То есть это, вот как было у нас, вот здесь были ликвидные дыры, да, ликвидность, и к ним пришла цена. Сейчас такая же ликвидная дыра находится у нас на уровне примерно 28, и это же 0,5 уровень, и здесь же золотой уровень, который я говорю, что вот если после небольшого теста сюда, небольшого перелога, когда все начнут шортить, вот это вот... ...сюда, это второй гэп на цемь, вторая ликвидная дыра, и это же 0,76 уровень по Fibonacci, и 38-й от всего этого падения, то есть взять все падение, что в целом является нормальной коррекцией к падению, то есть это даже еще не рост, я говорю, это просто коррекция к падению. И также говоря о коррекции к падению, можно быть уверенным, есть такая стратегия FibDiv. А, ну, надо... Сейчас, ладно, я долго не буду перетягивать. В общем, к 50 тысячам долларов примерно мы тоже еще придем по стратегии FibDiv, которая по FibDiv смотрит вниз. В рамках коррекции к падению. В рамках коррекции. Да, в рамках коррекции к падению. Окей. В рамках того, что это произойдет в ближайшие, допустим, полтора года, давайте возьмем просто крупные, Теперь глобально, если... Почему это произойдет? Да. Я хотел тебе задать этот вопрос, но ты сам на него начал отвечать. Глобально, что с битком нас ждет? Глобально, я ожидаю, что правительство США, что Fiat попали в такой цуцванг, у них нет сейчас верного решения выхода из ситуации, что сделать? Поэтому они включат станок. Включат станок, думаю, ближе к сентябрю, октябрю. Зальют рынки еще раз огромной ликвидностью, что приведет к такой большой гиперинфляции. Как ее затормозить? Дальше будут варианты. Или огромная какая-то супервойна, где просто очень много материальных благ будет израсходовано, потрачено, пробито, побито. То есть для того, чтобы потратить эти деньги, которые были напечатаны. Или что-то еще мощное, чего мы не знаем. Ну, то есть я ожидаю, что станок снова включат примерно в октябре, в ноябре. Соответственно, это приведет к росту всего криптовалютного рынка. Это приведет к уменьшению силы доллара, DXY. Примерно 113-112 пунктов. До этого момента мы будем находиться вот здесь. Вот это, видите, зеленая штука. Вот это облако. Это облако, где покупают крупные игроки по блокчейну. Начиная от 23, там, 800 и заканчивая вот это все. Это все выкупается. Как это было вот здесь. Как это было вот здесь. Как это было вот здесь. Вот все это. Это все очень сильно выкупается. То есть это видно, опять же, по блокчейну. Могут ли это все быть обманы? Могут быть... Вот, кстати, я отметил себе примерно, когда будет начало печатания денег. Может ли это все быть обманом? Все. Но мы видим, вот белый вот этот фон, это означает страх. Капитуляции. То есть люди очень сильно напуганы. Максимально напуганы сейчас не ожидают роста. Это ли не лучшее время для того, чтобы расти? Ну, посмотрим. И вполне может быть, что вот так, 29, снова вниз. И вот примерно отсюда начнется какой-то новый забег, новый бычий рынок. Но при этом... тут будет следующий вопрос уже. Стоит ли продюсер за доллар, мне кажется, и будет, что в момент того, когда рынки будут расти, они будут расти не только потому, что вот биткоин такое золото, и вся крипта, это такая потрясающая вещь, а потому, что начнется обесценивание доллара. Не то, чтобы я сейчас говорю о каком-то совсем глобальном, но сейчас инфляция уже на уровне 8-9%. Это официальное только, это то, что они заявляют. При еще включении печатного станка, мы понимаем, что она дойдет больше, чем была в 73-м году, когда она была, до 14, по-моему, процентов доходила инфляция. Поэтому это все возможно, и на фоне этого будет вся крипта расти. Очень много положительных сигналов. Вот эта вот, вот эта вся территория, видите, здесь розовая эта линия, эта линия стоимости, вот эта вот белая, это средняя скользящая от начала бычьего рынка. То есть каждый раз, если взять среднюю скользящую, от начала бычьего рынка, то покупать ниже нее очень выгодная затея. То есть ниже эти средние скользящие. Я полностью тебя поддерживаю, на самом деле, и согласен с тобой, что, ну, ты говоришь сам, что вот в истории вот никогда там свечки не закрывались ниже, значит, надо покупать. Но что ты можешь сказать на то, что в истории никогда мы не уходили ниже предыдущего all-time high, никогда до этого момента. Мы ушли ниже 20 тысяч. Важно ли это вообще, и стоит ли, ну, как бы, это учитывать? Для меня это вообще не аргумент, потому что это, ну, вообще часть нормы. Никогда я не впадал в эйфорию, говоря о том, что мы должны закрыться ниже прошлого high. Я помню, кстати, ты говорил в нашей с тобой прошлой коллаборации год назад, ты говорил, что почему мы не должны это упасть? Есть какая-то фаза рынка, когда рынок растет просто по экспоненте. Потом, в любом случае, рынок замедляется, то есть он начинает вот так уже идти. И поэтому логично, что когда-то даже мы сможем долго торговаться на уровне прошлого high и так далее. То есть это вообще нормальная история. То, что молодой рынок, в него много денег вливается, все, он ракеты летит вверх. Далее начинает медленнее, медленнее, медленнее. Именно. Поэтому ничего страшного в этом нет, ничего удивительного нет, ничего такого парадоксального, за что стоит зацепиться. За что стоит зацепиться, это вот капитуляция. Вот смотрите, это зеленый яркий свеч. Слушай, а что за индикатор у тебя long высвечивает? Это твой какой-то? Это какая-то из версии P-Cycle. P-Cycle bottom? Я вот как раз на него смотрю сейчас, у него буквально вот еще не пересеклись, но должны пересечься. У тебя он какой-то подкрученный, да, видимо? Да, это не мой индикатор, это один из подписчиков мне прислал свой индикатор, он его сделал. Я не могу код показать, но будет неправильно. Но он несложный, это какие-то скользящие тоже. В общем, это, честно говоря, скорее подбор, потому что, как и P-Cycle, ну что там, одна скользящая, другая скользящая. Одну делить на другую получается 3.14, ну число P. Но по сути, имеет ли это какое-то логичное обоснование? Ну нет, это как бы... Знаешь что, я смотрел вчера его на эфире, на альткоинах, на S&P-хе, он нигде, кроме биткоина, вообще даже близко не угадывает дно. То есть это конкретно для биткоина подобранный индикатор. Я даже более-то скажу. Мы писали, писали вот такой же сейчас XRP. Для XRP P-Cycle, то есть это просто две скользящие, которые отрабатывали, пересечения которых отрабатывало до этого. Но это все как бы... И само P-Cycle я нашел там около 8 вариантов. Ну то есть я написал около 8 разных скользящих, которые при пересечении дают там зарождение ночевого... зарождение там или финал бычьего рынка. Но есть ли в этом логика, есть ли в этом смысл, в этом нет смысла. Пересекли скользящие, ну скользящие это какое-то количество... У скользящих есть две логичные скользящие. 365 дней годовая, все понятно, за год торгов. И скользящая от средняя от начала бычьего рынка. Давай я сейчас покажу еще раз. Вот, например, вот здесь, смотри. Вот есть скользящая, которая берет свое начало от вот этого вот здесь. Был лой, лой. Начинаем скользящие считать отсюда. Все, и мы видим, что все, или вот даже отсюда, вот началось скользить. Все, что закрывалось ниже, это отличная точка входа. Следующая скользящая начинает считать отсюда. То есть вот это первый день и так далее, и так далее, и так далее, кумулятив этих дней, деленное на количество дней. То есть логично, что средняя цена за вот этот промежуток времени, когда мы закрываемся ниже этой средней цены, это хорошая точка входа. Вот мы пришли к этой скользящей, хорошая точка входа. Здесь то же самое, пошла новая скользящая, и вот мы ниже нее. То есть это то, что имеет смысл, логику, то, что логично, на мой взгляд. Опять же, если все вдруг не сломалось, и все вдруг не пошло как-то по-другому. Также индикатор с opportunity, это вот тоже вариант, как можно почитать линию стоимости. И вот он тоже, мы пришли к ней, сейчас торгуемся у нее. Это другая совершенно формула. Здесь мы пришли вот к ней. Как здесь мы торговались около нее, около этой линии стоимости. Как здесь мы торговались около нее, это было дно. Как здесь. То есть это все тоже блокчейн такая история, которая как бы, в отличие от P-Cycle, она имеет смысл, потому что она определяет покупателей, продавцов и их именно поведение на рынке. Так, давай, значит, теперь перейдем к техническим некоторым вещам. В общем, здесь, на мой взгляд, все просто, все просто отлично. Покупать сейчас, да. Если вы не верите в конец света, если вы верите в конец света, тогда покупайте золото или там... Ну да, вопрос к тебе еще. Есть ли все-таки Армагеддон финансовый, да, то есть фондовый рынок уходит в задержанную медвежью историю, рушатся там государства, ну вот как ты уже сказал, какие-то катаклизмы детей начинаются. Вон как на Шри-Ланке там жители тусуются в резиденции президента и так далее. Как ты видишь биткоин в этой связи? И альткоины, кстати, тоже. Как ты видишь криптовалютный рынок в случае финансового апокалипсиса? Как убежище, как тихую гавань? Вообще нет. Вообще нет, к сожалению. Я, ты знаешь, думаю, что если будет апокалипсис, то ценные будут только несколько вещей. Это продукты, это оружие, это медицина и так далее. То есть вообще будет не до каких-то активов, которые не могут сами что-то создавать. То есть они... Биткоин является ценностью только потому, по сути, что мы сами придаем ему эту ценность. То есть мы верим, что биткоин чего-то стоит и он чего-то стоит. Безусловно, у него есть такие фишки, как ограниченная эмиссия, как сложность добычи. Это все очень хорошо. Но в период, когда у тебя все хорошо, когда ты не думаешь о еде, ты думаешь о том, о, клево, какой актив, а дай-ка я себе куплю один. И таких людей, которые... Дай-ка я себе куплю один. Собирается 18 миллионов и все, и уже цена возрастает. То есть в период очень серьезных потрясений мировых лучше всего просто искать аграрный регион, землю, где можно есть, выращивать... Я не верю в такие прям сильные... Да, я не верю в такие сильные катаклизмы. Я вот сейчас, секунду, читаю очень клевую книгу. Она к рынку отношения не имеет, такая она даже... Популистическая, но очень хорошая. Это Homo Deus. Типа новый вариант человечества после Homo sapiens, где говорится о том, что в целом мы уже победили и мор, и голод, и войны. Они еще локально случаются, эти войны, но там людей сейчас умирает от войн или от ковида этого. Например, в начале 20 века от испанки умерло от 50 до 100 миллионов человек от испанки. Ну, было... Хотя уже... Это сто лет всего назад было. Сейчас от ковида сколько людей умерло? То есть, хотя, по идее, это могла бы такая же быть эпидемия. То есть, мы уже перешагнули дальше. Мы уже не болеем так сильно, мы уже не воюем так сильно, хотя кажется, сейчас, конечно, все это остро, война идет, ужасно и так далее, но на самом деле раньше людей умирало в десятки, там, сотни процентов выше, чем сейчас. Так что, я не ожидаю, что будет какой-то прям супер хаос, но что, конечно, ветку первенства США отдаст Китаю. А Китай банит крипту именно потому, что биткоин там и так далее, потому что, скорее всего, крипта, биткоин и прочее, это дечище США и придумано это для того, чтобы как-то оттянуть гибель доллара и гибель своей супер империи, то есть, каким-то образом, не знаю каким образом. Именно поэтому Китай искренне в спецслужбу все это поняли давно уже и запретили майнинг, запретили биткоин, запретили крипту. И если мы говорим, что Китай – это следующая экономика мира, которая будет претендовать на первую экономику мира и уже претендует, и там будет резервная валюта именно юань, ну, таким образом, понятно, что крипте в том ключе, в котором ее видит США, ну, ее не увидим. Но это все опять долгосрочная история. В любом случае, я уверен, что 29, 34 и 50 будут со временем. Они будут из-за инфляции, из-за чего-то еще, они будут. А 200 будут? Если будет инфляция, да, ты знаешь, гиперинфляция. Вообще гиперинфляция, мои цели по битку, первая цель, такая, более-менее глобальная, это 130, вторая глобальная, около 190 тысяч долларов. Но тут же вопрос в том, что если это будет, так, может быть, тогда просто не захочется продавать, потому что доллар будет какой-то не такой. А это вполне возможно. Я тебе больше скажу, тогда, мне кажется, и не нужно будет продавать, потому что смысл будет в том, что накапливают Сатоши. В принципе, я это тоже часто говорю своим подписчикам, они говорят, Грин, когда ты будешь выходить со спота? Ну вот мы в начале, перед записью, кстати, с тобой говорили. Никогда. Никогда. Потому что зачем мне валюта прошлого? Я хочу валюту будущего. Ладно, об этом я расскажу у тебя на твоем канале. Давай я тебе еще задам... Да, ты скажи, что хочешь. Я тебе еще хотел один вопрос, в принципе, задать, который ты можешь уже широко ответить. Давай, я сейчас пока хочу показать еще одну вещь, такую беспроигрышную. МФИ, Money Flow Index, в отличие от цены, начинает расти. То есть, идет положительный приток капитализации в рынок, несмотря на то, что цена падает. Это значит, рынок выкупают. Такое происходит всегда, как в обратную сторону. Вот здесь рынок растет, МФИ падает. То есть, значит, идет убыток, отток капитализации денег. И это всегда отрабатывало очень хорошо. Мы видим, это не идеально дает точки входа-выхода, ни в коем случае. Это просто говорит о тенденции. И то же самое можем увидеть всегда на лаях рынка. Сколько это будет длиться? Два, три, четыре месяца? Вот допустим, на мой взгляд, на мой взгляд, вот если так нельзя прям точно показывать, это неправильно, потому что рынок себя не повторяет. Но мы находимся сейчас вот здесь. Мы обновим немножко лой, будет тягомотина, будет страх, депрессия, разочарование, все ужас. Потом маленький памп, потом снова страх, депрессия, ужас, все плохо, много, видите, сколько здесь недель было. Все было ужасно, очень долго, для того, чтобы люди уже перестали верить. Для того, чтобы для людей вот даже вот эта цена, это был уже там, ну, процентный рост на 20%, это уже казалось, это было. для того, чтобы, когда мы, представьте, обновим сейчас немножко лой, потом все будем торговаться, потом рост к 29 тысячам долларов, это будет сумасшедший памп, космос просто продавает, продавает, точно выше все, ну все, это уже точно конец. И вот так вполне можно дойти до 50. И вот здесь только на 50, когда все такие, вау, это точно круто, будет какой-нибудь серьезный обал. Вот, так что деньги в рынок вливаются. Они вливаются, я сейчас говорил, по техническим разным показателям, но они вливаются и по фундаментальным показателям, это тоже очень видно, в общем, поэтому пугаться, как мне кажется, нечего. Ну да, есть у меня там профессионалы-друзья, которые говорят, Дим, мы точно увидим 12. И они знают, что говорят, у них это все просчитано, тоже логично. Ну и у меня просчитано. Посмотрим, кто из нас окажется прав. В любом случае, мы оба выиграем, если я не буду продавать, я не буду продавать минус, я не буду продавать минус, потому что то, почему я покупал, это было логично и оправдано. Я покупал здесь, как здесь, как надо было здесь и так далее. Потому что это четко, понятная система. Может быть такое, что в этот раз я проиграю ненадолго, да, но риски не завышены, все как бы очень логично. Ну и вот цель, да, вот цель глобальная 180-190 тысяч долларов, в которую мы как бы должны прийти через какие-то вот такие вот па-па-па-па-па и инфляция поехали. Через халвинг, возможно, да? Возможно. Тут не о времени, тут именно о амплитуде непосредственно. Слушай, ну окей, ты вот сказал, деньги вливаются в рынок, но я тебе хочу задать вопрос, это же не совсем деньги, это на самом деле стеблкоины в первую очередь. То есть па-па-па-па-па-па-па за счет тезера происходит, а у тезера достаточно, ну под сомнением его капитализация, в принципе, как и других стеблов. Что ты думаешь про стеблкоины и насколько они вообще им можно доверять после случая там Старой Луны и так далее? У меня все, все, все свободные деньги хранятся в USDC. Это такой стеблкоин, который проверен США, ну то есть он идет от США, и поэтому у меня есть к нему доверие, потому что США своих граждан обманывать не будет, ну я имею ввиду, поэтому USDC есть на Coinbase. Это первая штука. Я не рискую никакими вот этими взаимозависящими стеблкоинами. Алгоритмически. Алгоритмически не пробовал, потому что не хочу разбираться, хочу проще, хочу, чтобы один доллар был равен одному стеблкоину без каких-либо там математических моделей, которые мы видим, могут очень хорошо и серьезно подвести. А в целом, если сейчас будет скам USDT, это, по-моему, очень позитивно. Понятное дело, что сначала это может привести к небольшому дампу, к небольшому дампу, но в целом скам USDT. Что это значит? Это значит огромный спрос на USDC. Значит, USDC будет стоить ни один... В первую очередь USDC, то есть люди такие куда, что, а, деньги. Это два. Первый пункт USDC, второй пункт BTC. То есть, любой скам, на мой взгляд, как было, где было? Вот здесь. Вот здесь. Ну сейчас тут не так видно, но вот здесь был скам USDT. Громкий скам USDT. Все кричали, все там, что-то там произошло, не помню, что это был скам USDT. Это привело к пампу. Аудит какой-то у них был левый, что типа в итоге обеспечили. Они сами загубили, что у них обеспечено процентов на 70 или меньше. Это привело к пампу. То есть, то же самое я ожидаю. Если будет такой, такая ситуация, то это приведет к пампу. И здесь как раз не повезет тем, кто ставит заранее лимитные ордера, продать биткоин по 29, например. У вас заранее стоит лимитный ордер, завтра вы просыпаетесь, вы продали биткоин по 29 USDT, но смотрите, что USDT, оказывается, стоит уже 0,20 USDC. Ну да, да. То есть, это проблема, это будет способ забрать ваши биткоины. Все, у кого стоят лимитки на продажу, вы просыпаетесь, завтра биткоин стоит 100 тысяч USDT. Но просто на самом деле он стоит при этом 25 тысяч USDC. То есть, в этом есть треку. Но битки вы продадите за копеечные, получая себе копеечные USDT. То есть, здесь тоже такой хитрый план может быть, как еще обмануть аудиторию, как заставить людей продать биткоин людям, которые знают. Это важную тему ты отметил про лимитки. Нужно обезопасить себя от такого случая. Потому что биткоин, мы уже видели, как биткоин переписал 100 или 200 тысяч к этому, к USDT. Но это не дало прибыли. Не дало прибыли, но пристать? Или как люди откупали этот USDT по 0.7, по 0.3 в надежде на паритет. Да, да, да. И, кстати, вот еще раз уж мы открыли, смотрите, есть стратегия, основанная на MACD-индикаторе. Она очень хорошая. Она очень хорошая. Она показывала даже вот здесь снижение. Вот смотрите, вот. Раз. И здесь мы видим два. То есть здесь есть расхождение. И входить в сделку надо было, когда вы видите первый уменьшающийся столбик. Вот это. То есть вот здесь нужно было продавать на 58. То же самое мы видим, это очень серьезный сигнал. Это очень серьезный сигнал. То же самое мы видим сейчас здесь. Смотрите, раз, два. Вот здесь нужно заходить в лонг или покупать. Вот здесь. То есть на закрытии этой свечи. Сан-стопом вот за этой свечой. Если мы обновим стоп, то есть обновим лой, что в поле, я говорю, может быть, я ожидаю. Тогда раз, и здесь появится снова белый столбик где-то вот здесь. Снова нужно будет зайти. Да, это стоп, но все равно зайти. И цель этого движения будет 33 тысячи долларов. 33, 34, ну вот этот, вот этот, вот этот лой по этой стратегии. А это, еще раз скажу, очень хорошая стратегия, которая, если вы посмотрите в истории, всегда на всех активах на недельке отрабатывает идеально. То есть мы уже на дне или мы супер около дна. Ну или, или мы видим вот такую, вот такую свечу, и тогда все дивергенции к чертям ломаются. Да, старший таймфрейм работает всегда, ты сказал, недельный. Или что, к сожалению? Я говорю, что вот такое может быть, и, к сожалению, все дивергенции ломаются. Да, к сожалению, рынок это такая штука, что нет ни на что стопроцентного, ничего не стопроцентного. Ну конечно, рынок это не линейная история, это сопряженный с хаосом, и нужно принимать все риски на себя. Ладно, слушай, Дим, на самом деле мы с тобой можем бесконечно разговаривать, я это уже давно понял, но я тебе хочу один вопрос задать, скорее больше, наверное, от лица аудитории даже. Что с альткоинами? Есть ли у тебя какие-то голубые фишки или хотя бы в целом взгляд твой на доминацию? Да, я покупаю альткоины, в общей сложности примерно 10% депозит я выделил на покупку альткоинов, я их уже покупаю, сейчас по ним дно, но я не ожидаю, что они стрельнут раньше, чем стрельнет биткоин. То есть биткоин, допустим, вот так, вот будет что-то, раз, два, какая бы пляска здесь ни была, до тех пор, пока мы не обновим all-time high по биткоину, альты будут давать гораздо меньше профит. То есть, вот здесь будет где-то, например, находиться дот, да, или вот здесь где-то, он даст профит, там, не знаю, какой-то, но тем не менее, не такой большой, как даст биткоин. То есть, до тех пор, пока биткоин не обновит all-time high, нужно покупать биткоин. Как только биткоин обновит all-time high, эти деньги, all-time high чуть выше пойдет, вот там даже процентов на 20, все, эти деньги можно переливать в альты, потому что альты в этот момент еще не вырастут. Это я сейчас говорю, не что-то удивительное, то, что я говорю, это всегда каждый цикл повторяется. Вот здесь вот, вот здесь мы пробили all-time high, только тогда альты начали более-менее расти, а космически начали расти, когда мы сделали новый all-time high. То есть, поэтому покупать ли сейчас альты можно, но для того, чтобы просто утихомерить свою жадность. То есть, если вы боитесь, что вот есть какие-то альты, которые вы очень уважаете, цените, любите, и боитесь, что такие цены их не купите, а скорее всего, вы их не купите. То есть, если биток вырастет там куда-то, на 29, на 30, и обновит high, альты будут стоить, там, например, будет стоить уже 19 долларов, да, а сейчас он стоит там 6,5, то есть, он уже не будет стоить столько денег. Но тем не менее, даже нет, он будет дешевле, чем 19,5, гораздо дешевле, он будет стоить на доллар, в 13. Но суть в том, что вы за его эти деньги не купите, но вы купите его больше, потому что вы заработаете в этот момент на битке больше денег. Поэтому, ну вот, такие дела. Альты берем с прицелом, я понял. Ну, а не знаю, давай три твоих любимых монеты на сегодняшний день, которые ты сам присматриваешься или покупаешь. Кроме битка. Я бы сказал, что у меня есть прям такие любимые супер монеты. Одна любимая монета, это дот. И то, это не мое личное мнение, мне навязано это мнение, я не разбирался в фундаментальности этого проекта. Моя любимая монета, это биток. Потому что, на мой взгляд, я ее чувствую, я понимаю, я знаю правила этой игры, я много изучил, много могу чего отследить. В битке хорошая ликвидность, это первое. Все, что альты, это все уже просто, мне вот друзья говорят, что это точно стоящее, точно, 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 точно. И я по этому небольшим процентам захожу. Это эфир, это дот. Ну, наверное, из таких, более-менее, в которые я верю, все остальные я покупаю, там, не ратом, опять же, все такие топовые проекты, я покупаю небольшими кусочками от зоны интереса, там, где я считаю, что это уже достаточно дешево. Ну, опять же скажу, сейчас это уже достаточно дешево. Сейчас, вот я дот покупал на 80% тех денег, которые планировал в него вложить, на уровне 7 долларов. Просто, чтобы не ждать, уже там лимитки выставлять, просто по 7, это для меня дешево. Я с этой ценой готов долго ждать, да, все, я купил по 7. Понимая, что у него, сам даже писал в Телеграме, что для меня дот дно, примерно там, 5,5, 6,5 долларов дно. Но я купил по 7, просто потому, что от того, что мы будем ниже, я ничего не потеряю, но зато я буду уже спокойнее сидеть, понимая, что я в позиции на долгосрочной истории инвесторской. Цена хорошая входа. Поговорим о твоем видении рынка. Окей. Спасибо тебе большое. Ребята, если вы вдруг по какой-то странной причине еще не подписаны на Диму, ссылка будет в описании. Обязательно подпишитесь на его канал. Вот. Замечательные индикаторы также у него в Телеграме. И спасибо, что вы смотрели этот выпуск, навалите лайков и посмотрите вторую часть на канале Пифагора. Всем профитроли и до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok